всем здравствуйте сегодня несмотря на такое название ролика видео для меня крайне интересно и приятно и как говорится один из наших коллег ножеманов достиг просветления хоть он нас и покинул ну как покинул слава богу покинул в переносном смысле человек нашел свой идеал ножа и сейчас обо всем поподробнее расскажу дальше пока вот для такой в ламповости душевности чувствовать себя совсем хорошо в ожидании заваривания чая чаю я тут делаю собираю тралки тут иван чай роза акация соцветия сам собирал их очень толковая штука получается рекомендую чуть-чуть у меня правда осталось ты казалось не он должен быть у подольше сохранится ну как-то вся семья моя присела на него отказались полностью от всех чаев и так далее таких вот из черных зеленых и так далее перешли вот на такие травяные они полностью нас устраивают всем рекомендую сейчас не о чаях а не только на жену и человеке зовут его олег я уже не рассказывал даже неоднократно в видео человек который уже много заказал моих ножей а если точнее 10 штук и вот последний десятый нож вот с такой рукоять я в конце этот ролик прикреплю кому будет интересно после этого моего вещания может посмотреть я его уже показывал но именно этот ролик его не выкладывал может кому интересно будет пожалуйста значит в чем история сама интерес ее точнее да то есть человек ну я вообще очень импонируют не люди увлекающиеся увлеченные до которые вот как бы чего-то ищут созидают и так далее не боются не боятся там рискнуть искать переделывать доделывать и так далее свои какие-то там вносить предложения вот как раз речь о таком и пойдет клиенте заказчики не знаю как хорошем человеке в общем просто а почему ну понятно что тут я буду скажите восхвалять но что 10 ножей купил тут вопрос том что когда человек полностью его мысли совпадают с твоими а у него такой богатый жизненный опыт по крайней мере в ножах да то как бы ты начинаешь понимать что ты тоже кое-чего в этом соображаешь и как бы становится на душе легко что не просто как говорится чем-то ненужным занимаешься введение закончили поехали значит ну я надо даже немножко прочитаю вот точно написал мне да то есть последний нож который им отослал вот он дал на него отзыв послушать я вот я думаю так будет прочно что человек в принципе тут добавить нечего и как бы от автора я прям прочитаю то может немножко где-то сократил там какие-то хвалебные вещи убрал ну и думаю это не очень скромно будет так я тут себя это как смотрите какой я молодец ну читаю значит немного испытал изделие которое я вам опять же повторяю в конце можно будет после моих этих ролика я прикреплю еще один то есть описание немного испытал изделие первое впечатление отличное говядину на колбасу перешинковал и обделал на срезе пленок и жил был он но этот нож то есть которые прислал последний и пиджакей стали пиджакей в том числе он брал когда-то у меня несколько штук даже у него даже пиджаке я скажу такие есть с пламенным и беном до который я даже не успевал там выкладывать ему фотографию скидывал он у него сразу забирал там такой красивый нож вообще дерево пламенный бен интересное вот такое отвлечение пиджакей в начале резал исправно потом пленку перестал цеплять хотя по мякоти и бумаги режет еще исправно ну имеется ввиду что вот срезание пленки да я так уже комментировать буду немножко это такая для этого нужно прям сверх острота первичная чтобы подрезать и плеву на на мясе имеется новым изделием доделал всю говядину потом переработал свинину и сало фотографии я там тоже прикреплю этого всего процесса там после построил газетку в одной точке при очень медленном резе газету чуть цепляет но это скорее всего из-за заточки поскольку точка около пяты они на рабочей части ну который производился рез основной да то есть но самое интересное вот почему ролик так называется буду коллекцию распродавать то есть у них больше 30 ножей там 10 моих и там остальных еще других там мастеров в том числе там и какие-то заводские ножи там вот сейчас об этом я почитаю дальше испытания будут пожестче и шкуры строгание так далее дальше отпишусь еще возможно будет продолжение этого ролика до этого разговора ну короче человек достиг как я сказал просветление нашел свой идеал с одной стороны это печально да мы лишились хорошего заказчика хотя это не точно конечно как говорится нет большого количества ножей тем более новый оксан написал что новое все равно появляются поэтому ну как коллекцию сказал все равно надо распродавали это однако когда посмотрю на нет подержу жалко такой позитивный этот ну и я задал там несколько вопросов мне интересно да как производителю там кое-нибудь всего прочего там допустим по заточке потому что там даже видео указал нож я отправлял не заточены то есть он полностью сделан под линзу вот такую да то есть которая вот небольшой на не подводе небольшой подводе то есть в ноль убирается потом легкий легкий там подводе к остается где-то чуть побольше зависимости от ширины клинка там может быть он разный потому что нужно чтобы легче править легче точить но об этом еще раз расскажу это самое интересное даст там в нашем переписке наших общений было вот по этому вопросу зависит очень сильно от ширины клинка и нужно сделать такой подводе который будет являться частью этой плоскости этой ну этой поверхности да почему я уже рассказывал принцип этом но сейчас еще раз повторюсь я показываю на фоне вот ножей которые сейчас мне еще наличь вот это мой нож он уже не продается я его себе решил оставить такой карбончик небольшого размера а эти вот есть в наличии в продаже тут 2 из карбона g10 разные стали ну кому интересно будет я их уже показывал принципе обращайтесь ну а сейчас все таки мы закончим по заточке перейдем к заточке значит спросил как он точит вточил нож и на он у него повторяюсь большущий опыт в этом деле там он экспериментирует и с покрытиями да вот он на вот этом ноже которое последний отстал он взял снял вот эту первичную но и как бы товарный вид должен придать даст первичную такую легкую шлифовку снял и горит так лучше потому что более тактильная вот эти вот части вот черная говорит она более часть такая более шершавая да говорит она прям слышно и и поэтому она и здесь вот не скользит но человеку нужно больше баллон не что нравится не боится там вот доделывать что-то берет там этого не наживни все рабочие все не полочники то есть если коллекцию кто-то собирает там хоть новая стали материалы там формы попробовать кто-то вообще имени работа это только лежат в коллекции но здесь человек как бы работает этим всем и это вообще вызывает как бы еще дополнительно какой-то интерес у меня лично да то есть ну ножи все рабочие может их проверить и дать о них отзыв вот за . он написал что делал алмазами 100 на 80 и 50 на 40 то в теме там брусок такой есть 100 на 80 с двухстороннего кстати в предыдущем видео показывал именно этими брусками и точу вот как он написал я также делаю тоже как бы добавляет позитиву 180 50 на 40 то есть сначала одной стороны потом другой и 20 14 75 ну и дальше вот он прям пишет даже ему написал это моими словами там ну мельче первичная острота слетает довольно быстро то есть если идти дальше там опускаться там на 32 там до 0 1 0 использовать заточку то за . которая там становится она ну чуть острее конечно да но она быстро буквально там после нескольких там резов да она слетает и доходит восстанавливаться на тот же уровень который был от 75 финиш и ну и конечно снятие заусенец то есть видно человек профессионально к этому подходит ну что вот этот этап часто кто опускает он очень важно то есть полировка уже финишная кромки и снятие заусенца заусенец снимается как правило на каких-то водных камнях там на коже на пастах деревянные бланки там миллион еще с вариантов но человек пишется он использует для снятия заусенца после этих процедур после 75 алмаза 3000 водник японский не знаю какой там уже он сработанный не могу сейчас точно сказать но тут суть не важно я там использую допустим рубин искусственный для этого дела он такой совсем там как стеклышко ну как раз именно этого либо кожу ну вот здесь на линзе допустим даже на она иногда с кожей будет интереснее работать может с пастой или без пасты и я задал вопросы по толщине то есть тот нож который сейчас увидите значит он в толщине 4 миллиметра это довольно таки большая толщина и как он пишет ну она нормально для этой ширины клинка с чем я абсолютно тоже согласен то есть принципе чем шире клинок до тем выкомпенсирует эта линза эту толщину то есть он пишет что если бы допустим там на его клинке по моему 3-4 миллиметра там в самом широком месте да если бы он был как бы уже то да да нужно конечно желательно там около 3 миллиметров там 3 3 5 вот такого плана и что еще по конвексу тут уже прям елеет совсем он какая-то на душу мне вылил конвекс я спросил как вообще вот он по мясу и в работе он еще конвекс вообще там сама одна из самых удачных форм да я считаю вот просто то что написал не только по мясу ну с чем трудно спорить как я уже много раз рассказывал и вот здесь вот еще интересные такие вещи он пишет что у меня есть конвексы от южного креста модели бушкрафт и не смог ну говорит там немножко ручка мне не нравится коротковато на бушкрафте и нет упора не смог тоже там что-то доделал ну вообще он на всех ножах не повторяюсь не стесняется дать я ну под себя их дорабатывать да то есть вот уже вот этот который я ему последний сделал он не прислал прям образец прислал нож который у него был да я поэтому ножу прям сделал его копию там немножко внес изменения с ним согласовали что вот так бы чуть даже лучше и этот ну и по конвексу он чего рассказал и а вот по линзе по линзе самое главное он подтвердил ну то что я до постоянно рассказываю что конвекс он бывает разный я решу вот это вот линза с небольшим подводом она лучше чем линза с таким допустим на подводе кому он везде здесь есть вы можете же там не везде видно он лучше почему потому что его легче править это не с не совсем подводе к это я объясняю это когда вот делается линза здесь в конце как бы такой резкий провал это такая парабола именно благодаря этому можно править ножи и точить легко это человек вот с опытом с большим то есть можно как бы кому-то верить не верить особенно когда человек заинтересован вот я заинтересованное лицо да и поэтому мне как бы тут можно верить можно не верить все равно надо все смотреть и проверять а тут человек вот пишет он кажется уже проголосовал за это своим опытом и рублем то есть ему нет смысла там мне пить какие-то дифферамбы учитывая то что он за это оплачивать если по что-то не устраивало да то он бы не писал бы это наверное я так считаю и вот он пишет да еще раз повторяю что линза с подводом лучше ношу и править легче а полная линза я читаю да как вот я в прошлом видео на показывал там у меня когда раньше я делал такую полную линзу и там с этим это геморрой который нужно снимать и точить линзу по всей поверхности то снимать всю поверхность вот эту для заточки снимать всю затачивать всю поверхность это не у всех есть возможность и достаточно сложно действительно потому что вот этой части он просто толстый вот этой и тогда вот это вам приходится всю эту чтобы заточить кромку вам приходится вот эту всю поверхность и для этого как правило нужен какой-то механизированный способ допустим тот же гриндер да не у кого согласитесь он не у всех он есть да и или допустим снимать это там можно на наждачке на пасте но при этом вы все но тут у поверхность уже как бы ну она теряет свой вид что уже она такой красивой да и вот изначально до которой она тут есть уже у нее вряд ли будет ну будет какие-то царапки видны может это на рабочем ноже и не так страшно но все равно это портит какую-то эстетику и как бы ну и сложнее и дольше это самое главное ну вот примерно то чего я хотел рассказать дальше что ну дальше этот ролик я прикреплю и посмотрите этот нож может кому ну и стали да нужно добавить конечно что еще стали так и пм53 ну почему он совпало совпадает как бы и сталь и сама форма которую он подсчитывает себя заказал и соответственно ну и линза да правильная скажем так назовем ее правильной линзой или конвексом как кому удобно вот такого плана рассказ такая вот история ну чё можем конечно как говорится человеку пожелать всего хорошего поздравить его с достижением про с прохождением этого как говорится этого всего уровня надеюсь все таки он вернется еще к нам я даже почти уверен сможем заинтересовать еще его чем-то там шашку или катану короче какой нибудь следующую большую будем делать ну это еще пока об этом рано говорить как будет так будем показывать ну вот как то так как говорится ищите и обрящите все всем спасибо всем пока дальше ролик уже с ножом также через там с ну вот 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 такая мекарта авторская кипен 53 сталь на клинке 120 четверка толщиной 120 длиной общая длина по моему 200 245 миллиметров 125 украить 120 клинок нужно вот такие skydex а кожа зми монстровая сталь отличная железяка очень советую для охотников для кому нужно долгое удержание да и кто готов в то же самое время ухаживать за металлом машин коррозировано не очень стойки то есть он не так ржавеет как там какой-нибудь там из напильника или там из подшипника но все-таки петинговать может глубинной коррозии не бывает но петинговать может поэтому это уже для людей как говорится знающих и ценящих рез кому это нужно то есть долгое удержание там иногда проще поправить клинок да если вы все таки не настроена на такое вам нужно чтобы он отработал там при разделке каких-то туш животных так и так далее то это вот совет но опять же тайна на скорее всего не первый ножку который должен быть у вас из таких стали надо сначала понять чего нужно нужно ли такое ну вот если уже вы владеете какая с этим дженом то пожалуйста с такой линзы она вообще будет резать в путь такой красавчик мне по крайней мере нравится кому нравится поставьте тоже лайк дайте об этом знать винты корби для того чтобы рукоять более прочная была да то есть это на клей садится и стягивается винтами для увеличения прочности рукояти ну и так не помню симпатично смотрятся эти винты карбоновая трубка здесь ухватистый нож такой очень удобный под пальцевая под пальцевая такая развитая выемка нож не заточены уйдет клиенту но я думаю понятно почему там олег уже сам разберется опытный охотник у него есть и роха и все что нужно берется за . я не уверен я лучше даже значу чем он достаточно опытного этом деле человек ну так как холодное оружие я не делаю да вот он идет на заточенном виде все всем пока всем спасибо спасибо